МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Уникальные кадры из Федоровского. Водители показывают, как работает снегоуборочная насадка. Она проглатывает снег и наледь, отбрасывая их на большое расстояние. Транспорт принадлежит подрядчику. Претензий к его работе нет. Все бригады укомплектованы и готовы к первым снегопадам. В настоящее время городское поселение Федоровский готово к зимнему периоду на 100%. Пескобаза заполнена, заготовлено 1200 метров кубических бескостоляной смеси. Техника обслужена, готова к эксплуатации в количестве 16 единиц. Современной спецтехники в Сургутском районе много. Причем не только в собственности подрядчиков, но и четырех поселений. В прошлом году власти муниципалитета выделили более 34 миллионов рублей на покупку снегоуборочных машин. Еще часть средств вложили администрации этих поселений. На сегодняшний день у нас четыре поселения занимаются самостоятельным содержанием уличной дорожной сети. Это Лентор, Лямина, Солнечный и Ультьягун. В этом году при проверке готовности снегоуборочной техники, то есть увеличивается количество единиц техники, задействованной зимним содержанием. То есть, допустим, на Белом Яру появились новые два трактора МТЗ, а также приобретен дополнительный грейдер. Сейчас в Сургутском районе проходят рейды. Представители администрации совместно с ГИБДД проверяют, насколько поселения готовы к очистке уличной дорожной сети от снега и наледи. Пока замечаний нет. Хочется отметить хорошую готовность поселений к работе в наступающий осенне-зимний период. То есть техника готова, работоспособна, графики разработаны, песко-соляная смесь имеется в наличии. Пока новых заявок от поселений на приобретение техники в администрацию района не поступало, а у самих коммунальщиков есть только одна небольшая просьба к жителям. Единственное, хотелось бы жителей наших попросить, чтобы, когда мы чистим дворы, убирали машины согласно объявлениям. Объявление вывешивается за двое-трое суток. Вот это очень огромная просьба, чтобы население наше содействовало нам в уборке, чтобы было у нас чисто, безопасно, без травм. Субтитры создавал DimaTorzok